В общем, я приперла штатив, чтобы можно было вас переставлять и ставить так, как вам удобно, чтобы было удобно смотреть, а то я с вами в руки бегаю, вас трясет, наверное, там уже укачала всех. Ну, это же не дело, правильно? У меня здесь, видите, все валяется, как у истинной хозяюшки. Лиди, здрасте, здрасте, постельку заправить надо, да. Так, знаете, что увидели сегодня? Какой эфир? Ой, я не могу, мы с девками ржем, обсуждаем. В общем, в ТикТоке появилась новая хрень, новые эфиры, а именно висят трусы, просто настоящие женские трусы висят в кадре и их обсуждают, больше ничего не происходит, представляете? Зрители в этот момент там, как раз вот скриншот мне прислали, девчонки, я сама не видела этот эфир, но я видела скриншот девчонок, и они мне это показали. В общем, зрители в этот момент в эфире 5,5 тысяч человек. Вы представляете? Я, конечно, все понимаю, 5,5 тысяч человек смотрят на спинке, например, кровати, у меня висели трусы, да. Я на них направила камеру, и все, больше ничего не делаю. 5,5 тысяч смотрят, там подарки дарят, обсуждают. Вот какие серьги мне муж подарил, а так плохо видно. Я просто на детях собралась, ладно, потом, когда буду по-другому снимать, покажу. Или сейчас еще раз попробую. Так вот, мы с девчонками ржем, обсуждаем, я говорю, ну а что делать-то больше, я думаю сама, а что делать, больше ничего не надо. Трусы повесил, все, красота, справился. Смотрят, популярность, понимаете, востребованность, все хорошо. Трусы висят, это как его, подарки идут. А мне девчонки дальше пишут, это, говорит, еще ничего. Еще один эфир, а Лена, Лена, Лена пишет, говорит, типа, помните, мы возмущались и говорили, что, блин, яйца колупают в этом, в эфире. Яйца колупают, это еще фигня. А, помните, такое, вот сидит, яйцо колупают потихонечку, как он называется, пинцетом, скорлупочку, и отколупывают. Она говорит, это еще ничего, они видели, представляете, хорошо, я этого не видела. Идет эфир в ТикТоке, там чувак под одеялом, делает срамное дело, направлена камера на, как бы, ну, не видно не все, да, а понятно, что он там делает, вот как он это делает. И в этот момент написано, что, что за эфир, что этот эфир означает, написано, что это АСМР, типа, получают удовольствие, как-то вот завуалировано так, знаете, в общем, удовлетворяет себя. И народ смотрит на это, представляете, я вообще офигела. Я не знаю, я, конечно, с этого ТикТока давно уже в шоке, но то, что они делают сейчас, то, что, к чему катится эта социальная сеть, к тому, что там нет никаких познавательных, реально нет ничего такого интересного, чтобы люди могли посмотреть. И самое главное, они не мотивируют тех, кто хочет показывать интересное. Вот зачем мне идти показывать, как я готовлю что-то, рассказывать, да, какие-то рецепты, там, надрываться, если пойдет чувак, ляжет под одеяло, начнет филонить. И у него будет зрителей в 10 раз в 20-30 больше, чем у меня, которая стоит около плиты и рассказывает, как, что нужно делать. И в его адрес не скажут, ах, ты ж проказник, о-хо-хо, неинтересно, как тут нам неинтересно. Они скажут, самота, покажи поближе. Понимаете, в чем прикол? Ну что, сидите еще, не вылазите? Да три дня-то прошло, куда вылазить-то еще? Вылазят только у меня глаза, когда я смотрю эфиры тиктоковские, что там показывают. А Росада еще сидит, ни о чем не думает, правильно и делает. Все, постель заправили, пошла я себя приводить в порядок. Нам еще надо на кухне порядок навести, будем потом перетаскивать мои орхидеи, купать их и мыть окно. И на балконе я сегодня хотела еще навести ревизию, не знаю. Я вообще-то планирую пока еще это делать, но вы же знаете, у меня такой характер. Сегодня хочу, через час не хочу. Все, пойдемте себя в порядок приведем. Продолжение следует...